Должны чуть-чуть возвратиться. В прошлый раз мы говорили, человек должен себя после туалета хорошо почистить. В особенности, когда по-большому, после того, как сделали по-большому, человек должен себя помыть, почистить себя хорошо, чтобы ни одного следа от кала не осталось. Закон говорит, если у человека в том месте, откуда кал выходит, даже осталось чуть-чуть кал, капелька, Шмай Исраэль не может читать, не может благословение произносить, не может молиться, потому что он считается нечистым. Именно там кал делает проблему. Поэтому, когда вытирает, лучше подмыться, а если невозможно, хотя бы протереться влажной салфеткой. Сегодня baby wipes есть. Моча, если она не имеет запаха и впиталась в одежду, то нет запрета молиться. Но если она впиталась в одежду и до сих пор чувствуется мокрое, и запах тоже есть, то это проблема молиться с мочой. Я уже в прошлый раз вам говорил, люди, которые стоя идут писать, на них капают капли от мочи и не всегда они впитываются в одежду. Они иногда снаружи стоят или на туфлях, и эти капли мочи нельзя с ними молиться. Поэтому после туалета, кто выходит, он должен встряхнуть себя от этих капель и убрать эти капли. Четырнадцатый закон. Этот закон очень сильно касается мужчин. По закону многие не знают это Аллаха. Поэтому внимательно слушайте. Довит закон так. Человек должен быть осторожным, чтобы не держаться за брит-кодыш и писать. Держать брит-кодыш нельзя руками. Сейчас мы узнаем почему. Почему? Потому что это приводит человека к возбуждению. Из-за возбуждения он может прийти к самому непроизвольному семяизвержению, что это большой грех. Слышали? Когда писаешь, нет? Проблема здесь не с этим. Наоборот, когда писаешь, он говорит, не держи. Вообще туда руку не протягивают. Почему? Потому что человек это возбуждает. Только если он был женат. То есть, что такое женат? Даже когда его жена чиста, имеется в виду. Если у него что-то случится, вдруг какое-то возбуждение, у него есть жена. То есть, он не будет зря семя выносить. У него жена рядом не есть. Тогда это не проблема. Ну, как тогда направлять это дело? Ты же на себя не будешь писать. А некоторые снимают и садятся. Писают таким образом. А некоторые нет времени, невозможно сесть. Они поддерживают толстой материи, под ядрами. То есть, они используют само нижнее белье. Не держат сам орган, сам брит-кодиш. А поддерживают под ядрами, ставят эту толстую салфетку или трусы. И поддерживают под ядрами, чтобы не дотрагиваться до брит-кодиш. Чтобы не дойти до такого семеразвержения. Теперь. Мидата хасидут. Теперь Маран пишет другую ступень. Что Аллаха держаться нельзя. Если женат, и его жена чиста, нет проблем. Но даже женатый человек, Мидата хасидут, Это большая ступень, чем цадик. Да? Мидата хасидут, Даже женатому человеку, Не протягивают туда руку робота. У нас несколько людей, Которых назвали кадош. Например, один из них был, Рабенуа кадош, его звали. Рабьюда анаси, Кто написал на мишну, Его звали Рабенуа кадош. Талмуд говорит, Почему его назвали кадош? Талмуд говорит, Что никогда не видели его руку под поясом. Никогда. Под пояс не лезу. То есть, Он настолько достиг уровня святости, Что даже Руки туда не ложил. Потому что, Рабутай, Вы не знаете, Кто это. Это создание очень страшное. Сам всесильный Бог, Его назвал злом. Ра. И ты не будь уверен, Что ты его выдержишь. Не будь уверен. Он еще не таким шею ломал, Рабутай. Слышали? Что не будь уверен в себе. Мудрецы сказали, Альтамен бацмах, Адьо мутах. Не будь уверен в себе, Что такое. Маран сказал, Маран жил 450 лет назад, И у него был ангел с небес, Который с ним разговаривал. И этот ангел, Магид, Маран уговорил, Что каждый закон, Что он пишет В своей святой книге Шелхана Рухи, С этим законом На небесах соглашаются И подписывают его, Как Аллаха. Поэтому судят На небесах работать. Будьте осторожны. Мидатах асидут, Даже если человек женат, Лучше не трогать себя. И это только ты, И Бог знает уже. Твоя скромность, Сомаран тут же Приносит поправку Этому закону В 15 законе И говорит, Даже если он не женат, Ятрами поддерживать можно. Понятно? То есть, Если под ятр Ставит толстую материю Или салфетку И поднимает, То получается, Что вся эта система Брит поднимается, Он может направить, Куда писать он хочет. Это не запрещено. Даже если он не женат, Заметьте, Даже он не женат. Ятрами можно поддерживать. Если салфеткой трогать человека? Салфеткой Неселательно не трогать. Он почему? Потому что это может Привести к возбуждению, Он говорит. И спросили, Это вопрос, Шах спрашивает, Если толстую салфетку Под бриткодыш поставить, Он говорит, В возбуждению приведет. Лучше быть основным. Талмуд говорит, Этот закон настолько строгий, Работай, Что толстую салфетку Что если человеку попала Заноза в то место. Наткнулся он на одну вещь, Заноза ему попала. Можно ему вытащить или нет? Талмуд говорит, Нельзя трогать ему. Да? А это может быть специально. Пусть не вытащить Капли семьи, Ничего не было. Сегодня Бауха Шем, Они могут операцию Как сделать? Поставить его спать, Чтобы он вообще Ничего не чувствовал. Усыпить его. Раньше не было такого. Его могут полностью усыпить И потом сделать то, Что надо сделать. Вообще он даже не будет знать, Что происходит. Но так тогда не было. Мудрецыкали не трогать. Чтобы у него возбуждения не было. Не трогать. А в заражении же умереть может? Настолько этот грех строгий, Что из-за него приходит потоп на этот свет. Работает. Для него кто-то это делал квадратно. Для него кто-то делал это. Врач или что-то. Если могли его усыпить. Чтобы он не было. Усыпить его надо. Чтобы у него не было этого. Надо его усыпить. Напоите все. Теперь. То, что разрешили женатому Поддерживать, брить. Для того, чтобы писать. Когда его жена чиста. Только для того, чтобы писать. А если он хочет чесаться. Он хочет чесать это место. И за чесание у него еще больше возбуждения будет. Это запретили делать. Это запретили делать. То есть не говори, что я женат. Это мне можно. Нет. Надо скорее это место проходить. Не зацикливаться на нем. Понимаешь? Это не единственный орган в организме, Который мыть нужно. Не надо задерживать. У организма самого нет рефлекции, чтобы это остановил? Не слышу. У человека самого нет рефлекции, чтобы остановить это. Смотрите. Я только что говорил об этом. Не можешь надеяться на себя. Есть Ецарара, который завлекает человека в любую сторону, которую он хочет. Есть такие люди, которые бой дают Ецарара. Бой. Знаете, что такое бой? Иосифа Цадык. К нему пришел Ецарарай прямо в лицо. Говорит. Идем спи со мной. Правильно? И поймала его. Уже раздетая была она. И уже раздевала его в это время. Он вырвался и убежал. О. Кто может быть такой? Кто может про себя такое сказать? Не доверяй. Не доверяй самому себе. Это единицы? Не доверяй самому себе. Соломон в письме. Не ставь себя в такой пример. Нам еще до царя Шеломо, не Соломон, а Шеломо надо расти. И не надо изменять имена в Танахе. Царь Шеломо, он женился на тысячу женах, чтобы бы скорее принести в этот мир исправление всех народов, всех нитцотцот, всех святых частиц, которые упали в народы мира. И он просто так не женился на них из-за вожделения. И кто так думает, он просто не знает, кто такой Шеломо Амелех. Теперь он просто так не знает. Он не знает, кто такой Шеломо Амелех просто. Шеломо Амелех сделал за свою жизнь столько тикунь им работай. К сожалению, он не преуспел в то, что хотел. Но во всяком случае, он сделал очень много исправлений. Теперь, Маран, 17-й закон, говорит Человек, который задерживает свой кал или мочу, он переступает запрет Бальти Шакцу. Что такое Бальти Шакцу? У нас написано в книге Вайкра, 11-я глава, 43-й пасук. Не загрязняйте свои души. Много дроша есть на этот пасук, много объяснений. Одно из объяснений, то, что этот пасук объясняет, что есть запрет загрязнять душу тем, что ты задерживаешь и не идешь себя в туалет. Некоторые говорят, что это запрет по Торе, а некоторые говорят, что это запрет по мудрецам. Сколько раз такое случается? Человек сидит дома, у него гости, и он хочет в туалет. Он говорит, чимайгун, гости что скажут? И сидит, сжимает себя, и потом хочет пойти, и не может. Что он должен сказать? Я должен пойти в туалет? Ничего такого, есть еще ангел небесный что ли? Есть такого места, что некуда пойти. Место, где нету пойти? Поезжай туда, где есть пойти, скорее. Где такое место ты видел? На Новый год. Два-три миллиона человек собирается. Что ты не собирайся туда, на Новый год? Да. Здесь на улице, где-то, 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 где-то. Не пускают здесь? А? Здесь не пускают. Окей. Тогда, прежде чем хахам и на вберошок, человек выходит из дома, за пять минут до этого будет проверить себя. Зайдет в туалет, посмотрит, если он хочет идти, или не хочет идти. Человек, у которого уже пошел позыв пойти в туалет. Будь что по-большому, будь что по-маленькому. Пусть не задерживает, пусть сразу же идет и делает то, что необходимо. Но есть такие ситуации, где он не может уже идти. Например, в Сеедине Шмон Айсра человек стоит. Стоял в молитве, и вдруг у него сигнал. Хочет в туалет. Там уже закончится чуть-чуть другой. Закон говорит, там, если он может докончить молитву, сдержать себя и скорее докончить молитву, пусть быстро сдержит, докончит молитву и после этого тут же идет. А если не может, останавливается в том благословении, где сказал, заканчивает благословение, выходит из молитвы молча, бежит в туалет, делает то, что надо в туалете, приходит обратно, теперь в зависимости. Если он в туалете был, время, за которое он обычно не заканчивает еще Шмон Айсра. Например, его Шмон Айсра берет 7 минут. Обычный average это 7 минут. Он там был 3 минуты. Тогда он имеет право продолжить с того места, где остановился. Но должен руки помыть. Это понятно. Он не может прерываться, молча идет, делает свои дела, моет руки, встает обратно в молитву. А что если он, да, задержался больше времени? Он вместо 8 минут там был. Тогда закон говорит, сначала должен молиться. Он должен молиться сначала молитвой, потому что там молитва уже... Даже если Тефилин снял одевающий Тефилин без бараха второй раз? Без бараха. Но Тефилин бараха нужно, так как ты всеединишь монастера, и ты бараха не говоришь, да. А бараха либо Таламс, что он сказал до этого? Это анус называется. Что делать? Анус. Что делать? Ну ничего. Скажи, Борахшем, как у него хуто ля улам ваин. А если болит живот, Тефилин снимать надо, нет? Смотря как. Тефилин закон говорит, нужно, чтобы было чистое тело. Что такое чистое тело? Что не хочет идти в туалет. Вопрос, газы считаются нечистые тела или нет? Закон говорит, что в Тефилине тоже нельзя пускать газы. Вот так. Многие это не знают. В Тефилине нельзя пускать газы тоже. Да? Супай, ну человек должен быть осторожен. Тефилин можно его? А? Тефилин можно его? Газа нет проблем. Это не считается Бальти Шакцу. Только больно чуть-чуть. Но газа не считается. Вот кал, если ты чувствуешь, кал идет, и ты сдерживаешь, это проблема. Так. Не надо снимать сфилин. А? Если животное вылезет. Если ты чувствуешь, что ты можешь сдержать газ, то ты не должен снимать тефилин. Но если ты видишь, что ты не можешь сдерживать. Болит? Тогда ты должен снять тефилин, пропустить газ, и потом одеть его снова. Снимаешь, и здесь поднимаешь под рубашку, под тефилин ставишь вот так. Здесь снимаешь его. Ну, это публичное дело, это выходит внаружу, чтобы они... Иногда у старых людей, если газ вышел, все слышат, да, что надо сделать. смотрясь, есть запах. Смотрясь, есть запах. Если запаха нет, извиняюсь, нет. Еще раз. Ну, произвольно вышел. Бывает иногда, и не надо смотреть на него, потому что это позорит человека. Бывает. Бухас говорит, Гоши Текарку, сделай, как будто ты не слышал. Окей? Это... Ты на него начинаешь, все на него начинают смотреть, он не знает, куда себя одевать. Что делать? Бывает иногда, человек это человек. Все, если запаха нет, то можно продолжать молиться. Если запах пошел, ты должен остановиться, молчать, пока запах не пройдет. Должен проветриться. Если 7 миллионов наставов... Если 7 миллионов наставов... Чего делать? Не можешь? У одного, кто рядом стоял наспорь, он не чувствует запаха. Но запах есть. Как бы... Как знаете. Что, если ты чувствуешь, другие стоят так. Это будет знаком тебе. Нельзя тебе продолжать молиться, даже ты не чувствуешь, нельзя, потому что другие чувствуют запах. Вот. Теперь, закон говорит так. Если человек может себя сдержать, 4 километра, сколько, это примерно 72 минуты. Если он может, знает, что он может сдержать на этот позыв, на этот позыв, кала, он может удержаться 72 минуты, тогда он не считается овербальдшакцу. То есть, можно ему подождать и потом пойти в туалет. А если он чувствует, то он не может выдержать. Он 5 минут не может держать. И он сдерживает. Он переступает. Каждую минуту этот запрет. Бальдшакцу работай. Будьте осторожны, прежде чем в путь вы ходите или куда-то едете. Будьте осторожны проверить себя, чтобы не приступить к этому. Бальдшакцу означает не загрязняй свою душу. Бальдшакцу, не загрязняй свою душу. Следующий закон. Закон говорит, если человек читает Тору, учится Тору, или начал слушать Крията Тора, или Крията Могиля, или Галель начал, и вдруг захотел в туалет, если он может закончить, держать это... Если он может закончить и держать это работа, и закончить быстрее свое это, тогда закон говорит, что можно ему закончить скорее, и потом пойти в туалет. А если он не может выдержать, то закон говорит, так как он не может выдержать 72 минуты, пусть остановится, пойдет, делает, и потом снова начнет этот... А что если он сам учит Тору? Теперь, если он пойдет, все будут сидеть болтать. Битуль Тора будет из-за этого. Он говорит, если он боится, что будет Битуль Тора, ему можно продолжать учить. Зачем вы не предполагаете, что это может он заболеть от этого? Ну, здесь говорится один раз так, если случилось. Не каждый день, не каждый день, конечно, не каждый день это случается, если уже так случилось, то один раз он может продолжить дать урок и это там. Теперь закон говорит, а что если он ищет укромное место, где сделать туалет? Он видит, нету нигде в туалет пойти. И он в это время, он хочет идти, но он ищет уже место, он переступает запрет Батышакцу, он говорит, нет, так как он начал искать уже место себе, идти в туалет, не переступать этот запрет. Теперь, а что если человек утром проснулся, еще руки не успел вымыть, его рвет, невозможно, он должен пойти в туалет срочно. Закон говорит, пусть сначала пойдет, сделает то, что ему нужно и потом помоет руки. В этот раз мы говорим, не сдерживай себя, скорее беги, делай. Иногда бывает, что у тебя все уже кипит, ты не можешь выдержать ночью. Чтобы завтра, чем в следующий раз, уже начнем четвертый симон. Бару хадуна и лоулем, амин, амин. миганием thou его можно выдержить. Продолжение следует...